итак всем привет и сегодня у нас будет обзор на ish 2125 вот серийно выпускавшийся с 1973 года на заводе ish это получается хэтчбэк москвича 412 но правильно называть комби или лифтбэк вот не шибко он сильно отличается 412 москвича особенно если сейчас я вам покажу его вот из 21 251 цвет выберем ладно пусть такой вот будет зеленый вот этот вообще не отличается получается 412 москвича именно даже характеристиками ну чтобы вы не забывали это шоу она не несет прям такой конструктивный характер чтобы мы прям очень много про него рассказывали ну вот это уже рестайлинговая версия которая выпускалась уже с 1982 года вот это выпускал с 1973 года по 82 вот с такой вот мордой и называлась 21 25 а потом уже 82 году пошла версия ish 21 251 и выпускал с 1982 года по 1997 год ну вместе с москвичом 412 двигатель тот же самый уфимский узам 412 вот который ставился на все москвичи 412 и на заводе а злк и на заводе ish с 1967 года вот в прошлом обзоре то мы сами про 412 москвич рассказывали ну топлива получается 92 вот конечно 80 до было заливали на него еще в те года вот но расход топлива примерно ну 10 литров на 100 километров плюс-минус вот так вот надо считать примерно все советские автомобили ездили именно так ну давайте тогда ish 21 25 возьмем сначала на нем проедемся потом на ish 21 251 максимальная скорость у них 140 километров в час вот 100 145 142 вот ну что-то вот в районе 100 150 160 еще некоторые люди на нем разгонялись как я вам уже говорил в обзоре про 412 москвич но это больше не правда чем правда вот так что ну советую больше этому не верить так ну именно в криминалки сколько он едет это я что-то я не знаю но разгон до 100 примерно до 18 секунд где-то но где-то так если я не ошибаюсь точных данных я не знаю и в этом видео вы точных данных точно не увидите просто вот приблизительно такой краткий обзор на на советские автомобили потом будет еще и на автобусы пацаны но вообще тут на все машины из криминальной россии даже должен быть обзор не знаю сможем ли мы это сделать или нет ну в криминальной россии смотрите он едет 130 километров в час больше он не может ехать так блин не дают нам разогнаться пацаны а почти 140 почти 140 вот прям как как в жизни походу ездит москвич давайте теперь проверим тормозной путь москвича этого москвича он правильно называть конечно ишь 21 25 но ничего страшного разгоняемся блин до соточки очень долго разгоняется в криминалки он даже дольше чем дольше чем в жизни разгоняется ну ладно давайте при такой скорости попробуем притормозить ну тормозной путь у него принципе нормальный все хорошо хрома кстати больше на ранних моделях я еще и про 412 москвич забыл это рассказать но тут я уж не забуду рассказать уже смотрите тут все в хроме с 82 года уже пошла черная решетка радиатора уже хром пропал даже бампера начали окрашивать цвет кузова вот такие вот дела пацаны воды приборная панель немножечко тоже менялась сейчас я вам покажу ну тут она такая более неправдоподобная спидометр до 160 про коробку передач у чем можно сказать про коробку передач коробка передач она слишком тут длинная передачи тянутся не знаю зачем это в игре рассказывать но все передачи слишком длинные их всего 4 4 скорости вот такие вот дела вот москвич но то есть аналогично что и в 412 москвича что и в комби особой разницы нету вот что групп грузоподъемность что ну все все практически одно и то же в эту машину могли даже загружать в два раза больше чем она весит то есть картинки можете даже посмотреть загуглить если вам будет интересно что только на них не возили на этих и жах 412 так а кстати про мощность забыл рассказать мощность у нее 75 лошадиных сил и до 1997 до 1997 года она не менялась потому что движок стоял уфимский один и тот же 412 ну что ж теперь давайте возьмем ish 21 251 21 251 где что есть а он вообще в самом конце должен быть сейчас мы его найдем по быстренькому 21 251 вот он сейчас вы увидите отличие вот смотрите ish 21 251 уже пошли смотрите новые ручки то есть если на том на старом блин а вон он не исчез еще сейчас мы его сюда подкатим да уйди ты а конечно лучше бы нам было взять фотоаппарат фотоаппарат у нас нету ничего я думаю мы без фотоаппарата особо справимся вот смотрите ручки тут они находятся ближе к стеклам и ну такие более старого образца хромированное то есть тут все вообще хромированное тут уже ручки как на москвичи 2140 и вообще на 2140 они тоже находились ближе к окну а тут они уже как-то вот снизу получается вот решетка радиатор как я вам говорил уже стала другая вообще на на всех ижах 412 начиная с ish 412 28 пошла вот такая вот черная решетка радиатора вот такие круглые фары ну ну не шибко сильно конечно на отличать эта решетка радиатора это решетка радиатора вот больше похоже на то что выпускался на zvk 412 вот хотя она совершенно другая вот совсем другое расположение поворотников этого всего вот ну тут конечно и капот и все изменилось практически он тот же самый остался ну я не знаю надеюсь вы меня поняли и смотрите некоторые 412 москвичи и шкомби начали красить у них эти бампера то есть в цвет кузова если тут они уже хромированные то есть все хромированные то тут все в цвет кузова и не знаю то есть может получать дань моде 2000 2000 хотел сказать какого-то года 1982 года то есть 80-х годов вот это уже мне кажется образец такой середина 80-х там получается начала 90-х или вообще 90-х годов потому что я помню ежи еще которые были с хромированными этими бамперами ну и вообще решетка радиатора такую еще можно встретить хромированную именно рестайлинговую версию хромированную но это не знаю точно достоверно неизвестно мне кстати задние фонари они похожи больше на троечные у тройки жигулей такие фары приблизительно такие были конечно другие но тут они похожи на нее что тут написано комби что здесь написано комби практически все 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 то же самое но вообще машина идентичная просто это рестайлинг фейслифтинг как можно так сказать вот отличий особых нету но тут вот еще на крыльях эти боковые зеркала а тут они уже на дверях пошли черные тут хромированные короче здесь больше хрома машина более красивая а тут уже машина более такая удешевленная уже грустная вот и кстати эмблема и что же изменилось тут смотрите такая просто написано ишь а тут вот такая маленькая кругленькая эмблемка ижа давайте теперь прокатимся на ишь 21 251 ну приблизительно он едет так же как и 21 25 ишь то есть тот же самый мотор все то же самое мы сейчас просто проверяем как он едет в игре вот потому что отличий у них особо нету но это даже медленнее едет в игре то есть они же замечать заменяются на машин то не 412 москвичи а получать они заменяются на машины которые были сделаны еще в гтс на адрес и на какую-то фиговенькую машину заменен я вам хочу сказать потому что ни хрена не едет так ну конечно некоторые моды когда устанавливаешь на машины они позволяют ей разгоняться там быстро то есть меняется handling meta в папке с игрой и получается машина едет как в реальность вот я когда устанавливал ferrari и некоторые москвичи тоже устанавливаешь они едут так же как и должны в реальности то есть настроить можно но эта моделька 2009 года и в 2009 году такого не было может даже 2008 2006 потому что в 2006 году в кримляной россии был еще такой москвич вот когда еще вы помните карта была такая гтс андрес и всего лишь одно село было заменено этой дома ну что ж давайте напоследок тогда его поставим с москвичом 412 а именно с и 312 028 потому что это самая вообще близкая модель ему они уже но не так сильно уже на злк похожи потому что у них уже новая морда из 412 и он называется не знаю какой мне выбрать давайте вот такой вот бежевый выберем вот и кстати вот вам подтверждение что и же первые же выпускались с хромированными все-таки но не решеткам радиатора хромированными бамперами а вот некоторые еще вот такие вот выпускались в цвет все красилось вот видите передок идентичный только разница в том что 412 москвич это седан а комби это комби то есть не лифтбэк не хэтчбэк а именно комби ну вообще принято называть то что это вообще первый лифтбэк в россии вот но не знаю как вам как вам больше нравится лифтбэк или комби но вообще должен называться по идее комби вот но задок конечно тут кардинально отличается он совсем другой на 412 москвича в отличие от комби вот ну все пацаны мне кажется на этом мы можем уже в принципе закончить потому что не сильно отличается 412 москвича обзор про 412 москвича можете посмотреть кто еще не смотрел на канале может быть ссылочку я оставлю в описании чтобы вы посмотрели видос там я более подробно конечно рассказал про это все но все пацаны ставим лайки подписываемся на канал смотрим другие видосики все всем пока